Всем доброе утро! С вами Селена Свей. Я попиваю кофеёк, просыпаюсь. Деня, как всегда, тут рядом с вами, передаёт вам всем привет. Моё утро всегда, кстати, начинается с кофе, потому что я не могу проснуться вечно. А кофе мне очень даже помогает. Но теперь ещё моё утро начинается из вот таких вот отбеливающих полосок ригель, потому что кофе и чай, конечно, делают своё дело с нашими зубками. Знаете, я раньше на самом деле пользовалась полосочками, но они были совершенно неудобные. И вот эти полоски меня очень порадовали. Сейчас объясню, чем порадовали. Здесь технология такая, on the go, на ходу. Это, во-первых, для таких девушек, как я, которые всё не успевают, всё в попыхах, особенно для молодых мамочек, да, быстро всё сделал и всё. Что хорошо ещё в этих полосках, что в отличие от других отбеливающих средств, они не содержат перекиси водорода и карбамида, которые разрушают зубную эмаль и действуют на неё очень негативно. Курс идёт на одну неделю, но рекомендуется две недели. В упаковке идёт 28 вот таких пластин. Здесь одна такая гелевая полосочка. Чем отличается с тем, что я до этого пробовала полосочки, они полностью растворяются. Потому что до этого гелем, которым я пробовала, там была плёночка, и она постоянно съезжала. И я думала, наверное, будет такая же история. Нет, нифига. Вот здесь, на самом деле, очень удобно. Оно реально прям крепится сразу. И в течение 15-20 минут это можно глотать. Биоразлагаемый материал для желудка абсолютно безопасный. Я всё узнала. И ровно через 15-20 минут этого геля уже у вас не оказывается. Он уже своё действие делает. Они имеют такой мятный вкус. Очень приятные. Оставляют после этого запах хороший во рту. И ещё они убивают микробы. Что тоже хорошо в течение нам целого дня. Производство Англия. Англии можно доверить. Там сертификат качества хороший. Кому будет интересно воспользоваться вот такими полосочками, которые очень удобно брать с собой. Реально можно использовать где угодно. Я оставлю ссылочку внизу на них. Вы можете о них ещё больше почитать. В интернете есть вся информация, сертификаты. И также будет на них промо-код, который будет давать вам в течение 3 дней скидку 10%. Я их пока что использую 5 дней. Ещё, конечно, о результате очень сложно сказать. Потому что на самом деле у каждого свой будет результат. Это будет зависеть всё от ваших зубков, от стадии, которая у вас сейчас, которую нужно отбеливать. Но на 1-2 тона оно отбеливает. И ещё они очень удобны для поддержания. Если вы уже отбелили зубки, то для поддержания белизны зубов отлично. Сейчас я в салоне через дорогу от моей Леночки, которая будет мне делать реснички. В этот раз я решила покрасить их. И совсем мы не продумали момент, что она тоже красит ресницы. Но мы с краской, в общем-то, не подумали. Краски у нас нет, поэтому я забежала в салон. Сейчас мне доделают реснички. И я бегу наращивать ресницы. А завтра уже улетать. И я хочу быть красивой. В общем, давайте открою глаза потом и поговорю с вами нормально. Ой, девчонки, простите, пожалуйста, меня. Видели вы меня последний раз закрытыми глазами? А тут сразу раз и с ресничками. В общем, Лена сделала мне реснички. Моя девочка. Вы видели её во влоге. Она была у меня в гостях. Моя одноклассница. Она сделала реснички. Она начала заниматься ресничками. Посмотрите, какая прелесть. В общем, у меня день рождения продолжается. Недавно Кристина подарила мне подарок. Говорит, это на день рождения, который уже давно у меня был. Вот, Лена говорит, это тоже тебе на день рождения. Девчонки делают меня, в общем, красивой. И всё мне надаривают. Ей такая красотка. Смотрите. Класс, да? Мне кажется, что даже эти получились гуще, чем мне делали в предыдущий раз. Но сейчас классика. И до этого была классика. Но я вижу ресницы гуще как будто. Ну и с подкрашенными ресничками правда классно, да? Вообще. Я краса. Спасибо, Лена. Она услышала. Это тебе в видео. Сейчас мы идём кушать. Потом дальше бегу делать дела на почту. Сейчас у меня башка грязная. И она должна была её помыть раньше, но помою позже. Потому что я должна на всей красе, на фурфуле поехать. Чтобы сразу увидели меня и сказали, ну, наш человек. Ещё мне Ленок подарил вот такую щёточку. Розовую. Буду расчёстить. Ой, она силиконовая даже? Да. А я думала обычная. Классная. Теперь у меня щётка есть. Вот полно щёток, но вот когда милота дарят, ну, так приятно. Короче, это фишка. Дарят щётки. Ну что, мои крошки, я дома. Брови, конечно, у меня сейчас под этим цветом вообще какие-то жёлто-оранжевые. Но я собираюсь сейчас красочкой прикрасить их. Кстати, вы завтра, если я сегодня ещё не сниму, то вы завтра увидите уже, какой будет цвет другой. Да? У меня сейчас жёлтый свет падает сверху, поэтому... Хотела что сказать, что я забрала посылочку вот уже в последний момент, успевая, перед закрытием почты. Это прислала одна из моих подписчиц духи, которые она делает сама. На самом деле, давно-давно. И она говорит, я сама делаю духи. Я говорю, вот интересно. Говорю, мне нравятся последние духи Том Форд. Говорю, вот можно такие нотки собрать? Она из Франции сама заказывает эссенции и настаивает эти духи сама. И вот я долго ждала, пока они настоятся. И вот она мне недавно написала, говорит, уже посылка ждёт тебя. Я, в общем, помчала скорее на почту, чтобы посмотреть. И, честно говоря, я даже ещё не открывала её и абсолютно не знаю, что и как пахнет. Вообще, мне это очень любопытно. У меня вообще зрительницы мои, на самом деле, такие вот просто волшебницы. Вот что они делают руками, какие фантазии возникают делать эти духи какие-то многообразные. Это же нужно нюх, понимаете? Это нужно собрать всё это. Вот я не представляю, чтобы я делала духи или делала эти украшения нереальные, сложности какой-то. Я вообще всем благодарна за подарки. Это на самом деле очень большого стоит. И одно дело пойти и купить себе этот Том Форд, да? А другое дело, когда это тебе кто-то от души подарил, твоя зрительница, которая смотрит тебя, любит и настаивала сама. Вот в таком пакетике. Она его запечатала как следует, чтобы он не разбился. Давай, Денька, сюда. Ой. Ой. Так. Ой, какая тут милота. В общем, всё запаковано вот так вот. Что-то здесь, в общем, классненькое. Давайте начнём с приколюшек каких-то. Что это такое? Пироженка? Настоящая? Ой, мамочки. Это мыло? Девочки. Охренеть. Я хочу это съесть. Да. Боже, как это вкусно пахнет. Апельсинка пахнет, мандаринка пахнет мандаринкой. Клубничка, клубничка. У них разные вкусы. Малинка-малинкой. Боже. Я хочу съесть. Это правда не настоящая? Мне кажется, это можно съесть. Мыло. Блин, оно настолько реально выглядит, как мамочки. Да я не хочу им мылить. Я не хочу смылить эту красоту. А вот ещё, смотрите. Что это? Тоже мыло? Я не хочу мылить это. Зачем ты мне прислала такую красоту? Чтобы я это смыла? Ой, какая-то вау. Такая нежность. Посмотрите. Пупсик. Это мой Дэнни. Боже. Мой Дэнни вот так в жопу как вверху спит. Мой Дэнни вот так в жопу как вверху спит. Девочки, ну вы видите? Это вообще что? Это нереал. Просто нереал. Я не хочу это мылить. И я понимаю, что это будет стоять. И я надеюсь, это не засохнет. Или как мне хранить? Мне надо, чтобы она написала, как мне это хранить теперь. Чтобы оно в такой же красоте всё и оставалось. Это нужно делать не из мыла. Это нужно делать из чего-то другого. Вот эта штучка прозрачная вообще. Это мега что-то. Это что-то мега. Скажи мне, как хранить это? Я не хочу это смыливать. И вот Том Форд табака ванила. Вот в таком флакончике она мне, значит, прислала. Слушайте, ну да. Это этот аромат. Во всяком случае, очень похож. И то, что я хотела... Ой, слушайте, ну да. Мне хочется его нюхать и нюхать. Я счастлива. Офигеть. Блин, нереально крутой запах. Офигенски. Блин, спасибо тебе, дорогая. Это просто нереально. Нереально. Блин, это будут мои теперь духи. Самые любимые. Они, понимаете, у них кислинка. Я объясню. Я не умею. Я не знаю, какие там нотки. Я помню, читала. Естественно, я всё забыла. Ну, вот так, своими словами, у них какая-то кислинка, сладинка в перемешку с чем-то унисексом даже каким-то есть. Понимаете? Я люблю такие необычные ароматы. В общем, это необычный аромат. Очень крутой. Очень крутой. Всё. Я его возьму с собой в поездку. Я его возьму с собой. Блин. Ну и... В общем, Настюш, спасибо тебе большое за эту красоту, милоту. Честно, это просто шикардос. Правда, я... Ну, это превзошло все мои ожидания. Честно говоря, не ожидала. Эти мыльцы, эти сюрпризики и этот запах. Офигенский запах. Я не прогадала. Я хотела именно вела. Спасибо тебе большое. Все, кто захочет пообщаться с Настюшей, я в благодарности ей хочу оставить ссылку на неё. Я думаю, что она делает на заказ всё это. И я думаю, что вот это... Вот это просто нереальные подарки. Правда. Я не хочу мылить это. Я хочу это, чтобы стояло. В общем, я оставлю на Настю внизу ссылку. Проходите, спрашивайте. Я вот просто ей сказала. Говорю, мне нравится Том Форд. Я вот хочу вот такие нотки. И просто вот вам, пожалуйста. Очень круто. Очень круто. Спасибо, дорогая. Спасибо. Все, а сейчас мы что будем делать? Да не хватит грызть. Сейчас мы будем делать. Сейчас мы будем делать. Сейчас я это всё сфотографирую в Инстаграм. И что? Мы будем собирать чемоданы. Сейчас навожу себе красоту. Перед отъездом сейчас буду стирать бровки. Хочу немножко убрать эту желтизну, которая у меня там была. Выбираю лак какой-нибудь для ногтей. В общем, завтра всё уже покажу. На сегодня с вами прощаюсь. Крошки мои. Солнце светит. Мы уже к аэропорту подходим. В общем, как всегда, я в домик улитки мамуля с чемоданом. В общем, всё собрала. Надеюсь, ничего не забыла. Сейчас тут свет, ничего не видно, как я сделала бровки. Там, что я, ну, покрасила там, короче, всё по чуть-чуть. В общем, я в попыхах опять не сделала всё, как хотела. Потому что это я, я не могу заранее. Вот не могу и всё заранее готовиться. Сейчас присядем, уже кофейку возьмём, регистрацию пройдём, и я включусь. В общем, вот. Вот мои брови, вот мои ресницы при нормальном свете. Решила вот такие вот сделать, как их называют, ноготочки. Взяла с собой ещё лаки. Типа лайфхак. Тысячу этих слоёв блёстками. Всё будет хорошо. Смотрите, какой вид у нас. Красота. Так, сейчас я ищу выход, потому что у нас уже скоро надо будет двигаться. Сейчас я ищу выход нужный, а потом присяду, если время останется. Вообще, чуть-чуть времени осталось. Заказала капусту. Капуста почему-то хрустящая. Как будто её не дотушили, если честно. Я не понимаю, почему мне так не везёт с едой. А скажите, пожалуйста, у вас капуста, она должна быть такая хрустящая? Вы её специально не дотушиваете до мягкоты? Давайте я вам очень дотушила. Понимаете? Ну я не привыкла. Это оно как полусырая как будто, хрустит. Давайте мы вам что-нибудь заменим по другому. Не, я потерплю, просто мне интересно, так специально делают. Ну я сейчас уточню, конечно, но я думаю, что это случайность. Ну там вся такая получается. Чтоб дотушили, да. В итоге девушка эта ко мне не подходит, чтобы сказать. Наверное, наш. В общем, я оставляю всё. Потому что всё-таки невозможно это есть, когда хрустит капуста на львах. О, оставляю. Дэнь, что там у тебя происходит? Побежали. Всё, мы отправляемся. Дамы и господа, мы готовы к 7-й классе разместить ручную гладь на багажные пауки или под сидением кресла перед вами. Застегнуть ремень безопасности и привезти к вимку кресла от вертикального положения. Убрать. Открыть шнурку. Женя. Возвлекаемся. Женя аэропорт? Всё-то другая призналась, да? Утенька нашёл себе подружку. С кем-то там общается, с девочкой. Ну что, мои хорошие, я приехала, меня встретили, когда я последний раз была в самолете, да, но меня уже встретили, уже мой малой гоняет, о, еще один, это сейчас я вам покажу, что тут малышня собирают, что здесь за фрукты есть, в общем, встретили меня хорошо, мы уже поели, как называется, говорите? Мамордика, если ее класть на солнышко, она желтеет, внутри какие-то ягодки, в общем, мы положим, похоже на гранату, и посмотрим, мамордика, кто пробовал? А, я же комментарии закрыла, вы же теперь не можете отвечать, ну ладно, я попробую, скажу, что за вкус. Сейчас мы решили пойти на море, погода у нас, ну, солнца нет уже, вечерок, потому что уже я не знаю, сколько времени, сколько времени, кто-нибудь знает? 7 часов. 7 часов вечера уже, да, но на самом деле дышится очень классно, я уже кайфую просто, мое тело говорит мне спасибо, ну и Дэнкин тоже говорит мне спасибо, вот, короче, сейчас мы спустимся к морю, посмотрю, как там, я вообще даже не представляю, что там, как там, но я думаю, прикольно. Моя семья. Большая. Тут еще не все. Вот здесь можно спускаться, но с коляской не спустишься. Вот шикарный жилой дом, здесь 35 квадратов стоит 100 тысяч долларов, вот сразу набережная. Так, меня ведут в какой-то бювет, вот смотри, написано здесь написан химический состав, и говорят, что это воняет, там воняет, собака, а тут не. Добро. И что, надо открывать краник и пить? Мама, как ты это пьюшь, скажи. Да не знаю, но не то, что будет совсем дома. Ну что, я тоже должна раскрынуть. Так, руку помыть надо сначала. А здесь нет бибета. Я же должна показать, я тоже не поверю. Мама, здесь нет бибета. Да, запашок я чувствую, я чувствую запашок. Фу, ну давайте, я сделаю это. Фу, ой, фу. Так она и во рту такая мерзкая. Я думала, это только запах. Вон сразу, может, кваском запить или мохито. Фу. Зато полезно все. Все полезно и невкусно, я уже жаловалась. Вы вообще прекрасная у меня. Вот бабушка вторая, Денькина. Да. Рада внуку безумно. Вот инжир растет. Да. Ешь не хочу. Да. Слушай, дом шикарнейший вообще. Тут каждый мечтает жить, наверное. Смотрю, красивый дом такой. И вообще красиво. Вот. 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 Я не знаю, куда мне тебя попить. Да, идите-идите. Да, ты снимай, снимай. Опера Прима называется. Тут как гостиница, как апартаменты можно снимать. Вообще. Так красиво. А что ты говоришь, лампочки? Да, вот эти. А. Розмарин, например, растет. Размарин. Добавляет еду. Понимаете? Да, я знаю. Вот. Вообще, ля. Прям растет розмарин. Еда растет кругом. Фокус прыгает у меня из-за света. Вернем розмарину. Ты покажи, могу, мне фонтан. Тут фонтан такой красивый. Ух ты. Короче, надо сегодня вечером мне заканчивать влог и завтра начинать новый, потому что здесь очень много у меня будет. Море. Малой, сразу. Малой, да, у всех на ручках, только не у меня. Ветерок, надо будет сейчас одеться. Все, спускаемся к морю. Видите, свет сразу меняется. Море на меня. Ой, кафешка какая красивая. На самом деле здесь вот как в Европе. Мы пока ехали, я говорю, мне очень напоминает Европу. Вот в Испании я ездила за рулем. И вот сейчас пока ехали, я прям дороги вот узнаю, да, вот так же вот ехала и помню все это. Как красиво. Сейчас я вам покажу. Сейчас покажу. Ой, я обожаю кафешки вот с такими штуками. Бунгало вот такие. Ой, как красиво. Слушайте, гляньте, какая туча у нас тут. Мне кажется, нас валеванет конкретно. Что-то там как будто... А, это горы, господи. А я думала, это там... Ой, как красиво. Ай, какие бунгало. Блин, как красиво. Вот скажи, я вам, да? Да. Как за границей все. Надо нафоткать в Инстаграм сейчас все. Вот кто-то там живет. Туча вообще. Денька все камни тянет в рот. Денька, нельзя эти камни в рот тянуть. Вот так можно. Вот именно так. Офигенская там вот туча. Очень красиво. Очень красиво это. Все очень красиво. Лисюшка, что там? Получается? Он хочет... А посвети на них. Будь. С бабушкой нашел общий язык. Лисюшка, иди к нам. Иди к нам. Еще я люблю вечерние. Вот тут такие вот моменты. Огни. Вот. Сейчас мы идем. У нас будет... Вечернее шампанское. Вечернее шампанское. Знакомство, все дела. Такие уютные кафешки тут маленькие. Ой, сувенирчики вижу. Мы идем по вечерней набережной. Нет, еще не набережная. Еще не набережная? Да, уже так красиво. Там набережная круче. Завтра пройдем уже. Вот какой-то красивый ресторан. Слушайте, тут столько много красивых ресторанов. На одном пятачке я уже штуки 3-4 увидела. Где бы я с удовольствием посидела. Юль, как включать на этой какости звук? Ну, красиво же. С цибелым белом. Ой, а здесь что, кинотеатр, нет? Вот это что? Да. Кинотеатр на улице? Да. Кинотеатр на улице. А, я смогу. Ух ты. В наушниках или что-нибудь у них? В наушниках не было. Может, у них какие-то эти. Денька соски выкидывает. Вот пацан. Может, возле них какая-то система стоит. Смотри только. Вот уже слышно. Ой, смотри, какая собака. Где? Пушистая? Пушистая собака. Короче, крутист какой-то. Пойдем здесь загорать. Да. Блин. Блин, я бы все снимала и снимала. Честно, я сейчас вот все видео, весь влог закидаю. Вот я хожу. Вот это вижу, это вижу, это вижу. Так, малой. А здесь у нас массаж ног. Это пиранье терапия? Да? Ну, они что-то делают с ножками, да? Отшелушивают. Отшелушивают. Вот, кстати, мне бы надо. Надо будет завтра зайти. А что стоит у вас? А вот у нас сколько прескуранс? О, прескуранс. Пять минут двести рублей. И что, они прямо вот если есть там, да, вот какие-то... Они отшелушивают, да. Как мини-пилинг. Мини-пилинг. Я приду сюда завтра. Классно. Рыбки мне почешут. Ножки. Но завтра будет уже следующий влог, поэтому сегодня покажу вам рыбок этих. Чурчхела продается. Очки. Хотя я взяла с собой трое парочков. Все, уже перешел. Ты мой трофей. Переходишь ко всем. У всех на руках. Все понравились. Блин, этот фугус дурацкий. Испанёла. Испанёла кафе. По набережной ходить одно наслаждение, если честно. Красиво везде. Столько кафе, ресторанов. Мы зашли на какой-то рынок. Вот сразу свет. Красиво так падает. Тут продают картины, сумки. Сумки, глянь. С фотографии что-то? Сумки с фотографией. Надо будет потом днём здесь пройтись и что-нибудь купить. Нет, они вечерами? Вечером. Жарко. Может, что с собой? Я даже ещё не придумала, что я хочу купить. Здесь какие есть магнитики? Авторские. Обложки на план. Прикольно. Магнитики есть авторские с картинами, пейзажами Крыма. Красиво. 50 рублей. Вот наберу жменью магнитиком. Ой, красота. Но здесь необычно. Есть вот не так, как на российском побережье. Прям вот здесь чуть-чуть отличается. Вот смотри, видишь. А, магнитики нарисованы. Мне не кажется. Видишь, кто это? Угу. Ну вот. Мне здесь нравится. Картина из настоящих цветов. Обалдеть. Там внутри цветы. Вот такая картинка 1000 рублей стоит. Да? Не знаете? Я думала, вы можете продавить. Красота очень нереально. Блин, я бы всё купила здесь. Надо только освоиться чуть-чуть. Первый день. Это, конечно, не поймёшь ещё, что надо купить. Что здесь реально такое ценное. В общем, я. Чё? Вот так, вот так. Вот, как хорошо. А какой у вас с мамой есть мультик? Не знаешь? Мы проснулись. Всем доброе утро. Да? А чё вчера? Вчера пришли домой. В итоге это... Да. Мы сели, в общем, за встречу. Все дела. И чё-то мы все рано разошлись спать. И всё уже. Я не включилась. Сегодня включилась. Сегодня мы пойдём искать... Как его называют? Чё-нибудь, короче, малому купить. Там творожки всякое. Такое вот. Порок, короче, надо купить творог и кефирчик. Вот. В общем, сейчас прогуляемся. Пойдём. И чё ещё? Ну, если по дороге будет что-то прикольное. А, какой по дороге будет прикольное? Я же хотела заканчивать влог. Ну, дай малышу, пусть он в коробочку подъедет. Но всё равно с чем играться. Да. Я заканчиваю этот влог. Следующий влог. Я тогда покажусь к вам. Всё, прощаюсь с вами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok